Красноярский экономический форум впервые прошел в 2006 году. Он стал уникальной площадкой для развития идей о будущем России, об экономических перспективах и инвестиционных проектах. Именно здесь впервые был озвучен проект о комплексном развитии Нижнего Приангария, где в рамках проекта была озвучена идея о достройке Богучанской ГЭС и строительстве Богучанского алюминиевого завода. Поэтому очень символично, что старт первой серии Буаза прошел именно на форуме. В торжественной церемонии, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума, приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак, полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Миняйло, губернатор Красноярского края Александр Куз, генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин и председатель правления, генеральный директор «Русгидро» Николай Шульдинов. Сегодня здесь, когда пойдут дискуссии о конкурентном способности российской экономики, российской промышленности, запускается один из флагманов алюминиевой промышленности «Русгидро», «Русал», «ВЭП», я хочу выразить огромную благодарность всем строителям, организаторам, всем федеральным органам власти, органам власти Красноярского края за ту скоординированную командную работу, которая позволила все-таки реализовать этот проект. Это действительно потребовало участия и «Русгидро», «Русал», «ВЭП», федеральных органов власти. И у нас все получилось. Я хочу спросить у гучан. Гучаны готовы к запуску завода? От лица всех сотрудников завода приветствую вас, участники Красноярского экономического форума. Предприятие к полному запуску в первую очередь готово. Просим нажать символическую черту пуска. Бугучанский алюминиевый завод – одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Производство на Буазе отвечает самым современным международным экологическим требованиям в области производства алюминия. Энергию завод получает от Бугучанской ГЭС, которая стала пятой по мощности в России. Как отметил губернатор Красноярского края, запуск первой серии завода стал переломным моментом в истории Красноярского края и подтвердил успешность экономического форума. Красноярский экономический форум проводился уже в 16-й раз. Все на нем было. Но он всегда отличался удивительным сочетанием с одной стороны высокого аналитического экспертного содержания и итогами приземленными практическими результатами, один из которых мы сегодня видели. Поэтому позвольте пожелать всем вам, а точнее всем нам действительно интересной и трудотворной работы с тем, чтобы они заканчивались именно такими событиями, свидетелями, которыми мы сегодня стали. Богучанское энергометаллургическое объединение стало крупнейшим инвестпроектом в мире. Мощность первой серии Боаза – 298 тысяч тонн алюминия в год. После завершения строительства завод выйдет на полную мощность в 600 тысяч тонн. Но алюминий – это не единственное достижение. Боаз вносит большой вклад в развитие социальной сферы в районе. Очень важно подчеркнуть для нас, кроме производственной части, на территории района, поселке Таежном, строится гигантский, суперсовременный социальный комплекс. Это два детских садика на 250 мест каждый, школа на 400 мест, поликлиника на 100 посещений и смену. Так что там вопрос не только во второй очереди алюминиевого завода, это целый комплекс, суперсовременный поселок с социальной инфраструктурой. Непосредственно Боаз сейчас обеспечивает работой более 1300 человек. А если посчитать с подрядными организациями, а также занятыми в сферах услуг, торговли и других сферах, да еще прибавить членов семей всех этих людей, то окажется, что от работы завода зависит жизнь почти 10 тысяч человек, проживающих в районе. После запуска на полную мощность количество занятых на заводе возрастет до 3500. Все это значит, что идеи, высказанные на экономическом форуме в 2006 году, нашли свое реальное воплощение в делах. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», «Богучаны».